Субтитры делал DimaTorzok Почти добрались до Гешталя и Кевкия. Мы на парящем континенте. Идем вперед, но кто-то или что-то преграждает наш путь. Меня зовут Ультима. Я являюсь древней и непобедимой силой. У меня не идет кровь, ибо я лишь сила, обрежшая форму. Слабые существа из плоти. Ваше время приближается. Мы крадем ленту и сразу же начинаем с самыми сильнейшими атаками выносить Ультиму. Здесь, пожалуйста, Фирагу. А ты брось Сюрикен Туман. Толчок. Я не думал, что он будет атаковать нас туалетом. Но мы без проблем вообще разделываемся с ним. Так как имеем мощь, зарабатываем 10 магических ОС и получаем эликсир. У меня нет права сражаться на вашей стороне после того, как я продался Империи. Вот это неожиданное предательство, конечно. И тень убегает. Ладно, нам нужно останавливать обезумевших Кевку и Гешталя. И вот он, этот судьбоносный момент. Ну-ка, ну-ка, смотрите, кто у нас тут. Селес, что ты здесь делаешь? Я шла за вами следом. У меня есть счеты с этой Империей. Ага, итак, вы собрались, чтобы умереть за компанией. Что же, вы прибыли как раз вовремя. Смотрите, это Триада Войны. О, какая сила! Прямо мурашки по коже. Император Гешталя, остановите это безумие. Прошу вас. Селес как ветром сдула. Хорошо, что она не упала. Она еще держится. А эта мощная сила просто сковывает наших героев. Селес, дитя мое, ты особенная, не то, что все остальные. Почему бы мне не дать вам с Кевкой задание заселить мою новую магитях Империю вашими потомками? Убей всех остальных, и мы простим твое предательство. Лечь с Кевкой? Ну уж нет. Я думаю, что Селес предпочтет что угодно, кроме этого. Держи этот меч! Убей их всех! Селес, мы будем править миром вместе. Какое заманчивое предложение. Мировое господство. И практически даром. Но Селес здесь включает мудрость и разум. И вот что она рассудила. Сила и власть ведут только к войне. А война нужна никому из нас. Селес не променяла свою честь на мировое господство. Это поступок, который войдет в историю. Она разворачивается и дает Кевке прямо в морду. Ой! Ах ты вероломная мерзавка! Знаешь ли, ты вправду глупая, злобная, напыщенная, плаксивая, изнеженная, подлая, бесполезная, маленькая мерзавка. О боги! Вы рожденные для битвы! Время настало! Молю вас! Явите мне свою силу! Пустите меня внутрь! Кррррррррррррррр! А теперь слушайте меня. Хватит играть. Повелеваю вам, явите мне свою силу. Кевка, стой. Если их оживить, они разрушат весь мир, которым мы собираемся править. Это же бессмысленно. Заткнись! Кевка, ты обезумел? Гешталь, ты только понял. Обезумел? Император Гешталь, да что вы такое говорите? Это прекрасная возможность показать им силу триады войны. Ах, Кевка. Совсем безнадежен, бедняга. Что же, прости, но выбора у меня не остается. Ты только не обижайся. Я просто использую открытую тобой силу, чтобы немножечко тебя усыпить. И что это мы смеемся? Ну ладно. А если нечто закономерное в том, что ты погибнешь, смеясь? Огниум. Вспышка. Что происходит? Почему моя магия не работает? Расплавление. Кевка, но как? Как ты это делаешь? Как? Он спрашивает. Даром, что ли, я в самом центре триады войны стою? Она поглощает всю магию, направленную на нее. Я думал, ты заметил. Триада, перед вами ваша первая жертва. Покажите этому старому ничтожеству свою истинную силу. Нет, Кевка! Прекращай дурака валять. Я сказал, покажите ему свою силу. Невероятно. Это все, на что вы способны? Мозилы, куда вы целитесь? Правее! Беги-беги, а то шашлыком станешь. В яблочко! Батюшки мои, преждевременно я тебя назвал только что старым ничтожеством. Вот теперь ты вообще никто и ничто. Вскоре весь мир узнает, что такое настоящий ужас. Нет! Кевка! Безумие полностью лишило Кевку рассудка. Кевка, не делай этого. Если ты нарушишь баланс, их сила вырвется наружу, и ее будет не остановить. Но Кевку это заботило меньше всего. Кто это еще? Его идею о мировом господстве на момент прерывает тень. Уф! Так. Околы сняты. Спасайтесь! Забудьте обо мне! Бегите! Это уже никак не остановить! Я найду обратный путь, не сомневайтесь! От меня не сбежишь! Ну что ж, в последний момент тень все-таки принимает решение... ...помочь нашим героям и попытаться это остановить тень. Пойдем, нужно убираться отсюда. Скорее покидай парящий континент, Куку, и у нас начинается таймер. Нужно бежать. Так, новые противники, но... ...красть у них нечего, так что, друзья, атака. ...посмотрите, какой ужас! Огромный кусок континента просто обрывается и летит вниз на этот мир. Судный день наступает. Погибнут тысячи, если не миллионы. Жуть! Так, тут в уголочке ничего. Поставить надо автобой. Так будет еще быстрее. У них нечего красть. Сейчас сейчас быстро попробую найти. Видите, друзья, кражи нет. Пробираемся дальше. Пробираемся дальше. Представьте, что сейчас чувствуют наши герои Они видят, как эти огромные куски Просто летят на нашу родную планету Остановить множество смертей Уже невозможно Так, вот здесь Крупное утверждение у Мьюз мы обходим, чтобы не потерять доступ к сундуку Если мы сразу к нему ломанемся, то уйдем отсюда, друзья, несолоно хлебавши Вот так он берется Здесь эликсир Ну а если бы мы подошли отсюда, то вот что бы произошло Так, а что здесь? Или кто здесь? Ну ахаха! Думали я позволю вам скрыться? Судара Не лапа Все-таки значит хвост, да? Не лапа Я понял Судара просто расправляется с ним лок Посмотрим, в бестиарии это к боссам относится создание Да, у него тоже нечего было красть Так что, хорошо, что мы быстро с ним завершили Я, понимаете, прохожу сейчас эту часть для вас А внутри у меня просто Ну, такая тревога, такое волнение, друзья Чувствуете ли вы то же самое? Летающий корабль внизу Прыгнуть или подождать? Нам нужно подождать Нужно подождать тень Иначе он будет безвозвратно потерян Ну а пока мы ждем Давайте сражаться Набьем, может быть, большее количество этих противников Для нашего бестиария И очень классно, что у нас выпала лента из ультимы Поскольку еще может выпасть эликсир И если у вас выпадает эликсир То, конечно же, рекомендую вам переиграть Получить именно ленту Так как это очень крутой артефакт Защищающий наших героев от негативных статусов Скорее покидай парящий континент Но как? Как мы можем оставить здесь тень? В последний момент он изменил свое решение Но даже если бы не изменил Я думаю, что наши герои все равно бы спасли его Ведь как мы научим его Быть хорошим человеком Если поступим с ним по его же делам Но проявив доброту Мы можем повлиять на него И спасти его душу А это ведь самое главное Так, продолжаем пока колба сидит А внизу уже не видно земли Небо почернело И солнце не дает света Возможно, из-за Огромных клубов пыли Которые поднимаются снизу От падения Гигантских кусков Оторванных от парящего континента Я не очень разбираюсь в геодезии Но я думаю, что падение этих огромных кусков Они сдвинут плиты Земля может разойтись В общем, катастрофа Страшная катастрофа, друзья Подождем, пока придет тень Интересно, вот сейчас Пять секунд Четыре Три Мы дожидаемся тень Тень! Я никогда бы не упокоился с миром Если бы вдруг умер Не получив своего вознаграждения Хорошо сказано С этими словами Наши друзья Прыгают на Блэк Джек Их магию никак не остановить А какой саундтрек, а? Каждый носит Перед вам тревога И ужас Происходящего Да Земля разверзлась Кто-то провалился Кого-то просто задавило Держись Наш корабль Ломается пополам И что мы видим? Это просто Армагеддон Который Настает для мира Final Fantasy VI В каждой из финалок Есть такие Ну не в каждой Но в большинстве Наверное, да? Такие переломные моменты В тот день Мир изменился Навсегда И в шестой части Друзья Трагедия захватила меня полностью я очень эмоционально все это переживаю и как это удается делать сквер и никсу несмотря на то что нет какой-то супер графики спецэффектов объяснить даже наверное сейчас не возьмусь но знаю точно что вы меня поймете и вот спустя какое то время после глобальной катастрофы мы видим небольшой остров вокруг бескрайнего океана вокруг которого бескрайний океан тот ли это голубь который жил на крыше одного из домов помните и если здесь какая-то отсылка к книге библии бытие и голуби ноя думаю что есть так одинокий небольшой домик и в кровати как я понимаю селис сид проснувшись и лись моргнула уставилась на стиле да и еще долго не могла что-либо сказать пока сид не нарушил тишину о селис о селис о селис наконец-то ты проснулась как как долго я спала сегодня ровно год я уж было начал думать что ты никогда не придешь себя целый год ты заботился обо мне все это время да и доложу тебе я изрядно утомился мы находимся на крошечном необитаемом острове я был уже здесь после разрыва мира на части после того как мир был разорван на части значит это был не сон как все остальные где лог я не знаю этот остров вообще может быть единственной частью мира не ушедший под воду начиная с того самого дня мир разрушается все сильнее и сильнее растения вянут животные умирают от голода все кто был здесь с нами утратили надежду один за другим они бросались в отчаянии с северных утесов значит все могут быть уже селес постарайся не принимать это близко к сердцу мы все еще можем спокойно жить здесь вместе кроме тебя близких у меня не осталось на этом свете да полагаю ты прав сит или все-таки дедушка а можно я буду называть тебя так значит дедушка не заставляя старика краснеть вдруг откуда ни возьмись у меня появилась внучка хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе И Селес заботливо укладывает Сида в кровать, которую она отогревала целый год. Налови рыбок, чтобы поживее, чтобы Сид выздоровел Купу. А, надо ловить рыбок, чтобы поживее. Все, я понял, да, есть рыбки более подвижные, есть менее подвижные. Ну давайте сперва смотрим эту комнату. И мне просто нужно время, чтобы отойти от всего, что произошло, дорогие друзья. Поэтому я сохранюсь здесь, на карте мира. И буду ждать комментарий от каждого из вас по поводу произошедшего. Пожалуйста, делитесь. Замечательный саундтрек. Уже хочется послушать. С первых нот. Да, и в следующей части мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok